Что можно дальше делать с частотностью? Вы посчитали. Зачем вы посчитали? Зачем это может быть порезно? Первый ответ, ну, уже давай, для изучения иностранного языка. Для иностранного языка хорошо бы, чтобы в учебниках были частотные слова, чтобы учителя тоже, собственно, частотные вещи, а не какую-то редкую ерунду. Но вот это, наверное, одно возможное применение. Второе возможное применение – это автоматическая обработка естественного языка. Потому что автоматическая обработка естественного языка может тоже опираться на данные частотности, и более того, что всегда, собственно, опирается. Вот. Ну, простой пример. Да, если вы возьмете, например, какой-нибудь... Ну, раз у нас сегодня был пушка, да, давайте... Да, вот представьте себе, что вы набираете на своем телефоне какой-нибудь текст, и набрали вы что-нибудь вот такое вот. Я очень люблю ктхи пушка. Вот вы напечатали на вашем телефоне, что-то такое. Что дальше делает телефон? Он пытается исправиться в графические ошибки. Да? Ну, мы сейчас не будем вдаваться подробностей от того, как работает исправление напечаток. Это довольно сложная и очень интересная, как иностранная тема. Но вот у меня есть вот эти столбости. Да? Вот я не нашел его словарей, хочу его на что-то исправиться. Я думаю, что, наверное, мне надо было бы заменить... Скорее всего, вы, например, не здесь букву неправильно написали, да? Там вряд ли вы написали какое-то слово и забыли, что у меня здесь букву написали. Скорее всего, вы одну букву пропустили. Или одну букву заменили. Или одну букву добавили. Ну, не знаю, что вы сделали, но давайте подумаем, что вы могли на расстоянии одной буквы пропустили. Да? Вы могли бы это пропасть, например, в слово. Вы могли бы это написать, я это слово скажу, сахи, да? А кричатки, сахи, 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 сахи. То есть, ну, с... Опечатки сахи в сахи более вероятны, например, на компьютере, например, что они верятны. Опечатки сахи в сахи, маловероятны, потому что, а, и, как, а, и все, которые иконы подготовят друг от друга. Ну, вот, может быть так. А может быть, мы хотели написать слово «стихи» пропустили? Да? Ну, неизвестно, да, что из этого вы хотели. Дальше. Вообще говоря, в ревер-портографии первое, которое вам надо сделать, а вы должны подумать, какое из ваших желаний наиболее вероятное. Да? Вопрос очень простой. Что вы с наибольшей вероятностью хотели напечатать? Сахи, сахи или стихи. И самый простой ответ на этот вопрос состоит в том, что вы с наибольшей вероятностью хотели напечатать наиболее частотное Слово. Да? Вам надо просто посмотреть частотное Слово, какое изade слов занимает место выше, чем… И вот если я сейчас открою мой частотный словарь, который я сделал на основе совершенных мер частотности, то мы обнаружим... Значит, вот я смотрю слово стаи, оно в этом словаре не встречается, кажется, ни разу. Нет, встретилось. Слово стаи заняло 32 180-е место. Ну, прекрасно, 32 180-е. Слово стаи в этом тексте, на самом деле, не встретилось. Слово стихи в этом тексте заняло 364-е место. То есть, если я выбираю первые три основания, то мне очень разумно посмотреть число двух словарь и сказать, что давай я выберу самые частотные. В большой вероятности я попаду. Да, вы... Понятно, что вы могли писать по небу или те, как стихи птиц, да, тогда я не попаду. Ну, это редко, что вы хотели писать. То есть, стихи, потому что вот частота слова нет сообщающих. Оно на 27 тысяч мест на частоту списка выше, чем слово стаи. Ну, еще один пример того же рода. Например, для английского языка. Да, если мы возьмем английское слово. Ну, представьте себе, что мы печатаем по-английски, напечатаем вот такое вот слово. Ти-и-эч. На что его разумнее всего исправить? Ти и чтей. На что разумнее всего исправить это печатание? На те, скорее всего, да. Скорее всего, человек, хотел написать те, перепутал местами две соседние буквы. Предположить, что можно, предположить, что человек хотел написать слово ти, которое чай. Можно, предположить, что человек хотел написать слово ten, которое десять. Все это вполне возможно. Но слово те настолько частотнее, чем любые другие английские слова, что, с большой вероятностью, здесь говори, да, не ошибешься, как разумные данные. Поэтому, вот примерно, для таких целей богу понадобятся частотные слова E. Для антонатического вопроса средства языка это происходит совершенно регулярно. То есть, когда у каждого системы подсказываются опросы, например, она тоже опирается на какие-то данные частотности. Ну, может быть, не вполне такие, это просто язык слов, но тем не менее только частотные данные. Поэтому, конечно, частотные слова E это важно, полезно, и надо понимать, что они делаются на основе небольших выборов текстов. И вот наша такая идеальная задача стоит, чтобы приблизить частотный словарь к генеральной совокупности текстов на языке русского языка, как приступы, какой угодно язык. Поэтому некоторые пути к этому приближению я попытался вам сегодня описать. Хотя, повторяю, это не единственные возможные способы. Много разных идей выдвигаются, как надо делать, как надо поступать с частотными словарями, для того чтобы они были лучше и лучше отражали реальность, чтобы там не было выбросов. Ну, вот это некое первое приближение, о котором, я думаю, что сегодня останавливаемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok